Wayflat преобразование. Его еще называют волновым или рекурсивным, но первое название общепринятое, международное. Здесь надо вернуться к цепочке преобразований JPEG и на третьем шаге заменить дискретное косметическое преобразование, вышеупомянутым Wayflat преобразованием. Идея заключается в том, что мы сохраняем в файл разницу число между средними значениями соседних блоков изображения, которые обычно принимают значения близкие к нулю. Для всего изображения создается четыре матрицы половинного размера по вертикали и горизонтали. Первая хранит уменьшенное изображение, вторая и третья значения разности пар пикселей по вертикали и горизонтали, а четвертая усредненную разницу значений пикселей по диагонали. Далее операция повторяется для первой матрицы несколько раз. В итоге мы имеем миниатюру исходного изображения и множество матриц, описывающих разницу. Какие плюсы у этого алгоритма? Нет дробления на блоке, соответственно нет эффекта гипса, тех самых границ по контурам. Удобно передавать по сети, потому что постепенная загрузка позволяет плавно прорисовывать картинку все более детально. И удобно, что сразу есть предпросмотр, миниатюрная картинка уже содержится в изображении. Степень сжатия регулируется примерно от двух до двухсот раз. При высокой степени сжатия появляются артефакты на границах контрастности. Вейфлет используется в качестве основного алгоритма сжатия в формате JPEG 2000. И последнее в этой теме — фрактальное сжатие. Тут сразу отмечу, что про фрактальное сжатие, как чудесное средство, говорят с 90-х годов. Можно даже найти программы кодирования в формат FIF, но дальше научных публикаций и отдельных конвертеров он не пошел. Основные программы не поддерживают работу с фрактальным сжатием. Идея состоит в поиске самоподобных областей в изображении. Дальше идет много математики, но практически вывод такой. Алгоритм прекрасно работает с изображениями, состоящими из подобия себя. То есть изображение фрактала или лист папоротника будет очень хорошо сжато фрактальным алгоритмом. Очень хорошо — это десятки тысяч раз. Вот только в реальной жизни такие идеальные изображения встречаются нечасто. Но в то же время и с обычными фотографиями алгоритм дает результаты лучше, чем JPEG. Причем заметно лучше. Посмотрите, например. Все бы ничего, но время поиска себе подобных областей очень уж велико. Алгоритм работает ужасающе медленно даже на современных компьютерах. Декодирование при этом работает даже быстрее, чем JPEG. То есть на самом деле зритель только бы выиграл, если бы картинки, скажем, в интернете использовали фрактальное сжатие. Еще одно свойство — это при декодировании можно выбирать масштаб изображения, увеличивать его в несколько раз без пикселизации, характерной для обычного растрого изображения. КОНЕЦ